Вон наш дом на той стороне озера. Вы все время видите эту сторону с храмом, который здесь. А теперь мы идем по этой стороне. И вот там наш маленький домик с маленьким источником. Озеро не глубокое. Озеро проточное. Раньше это было Карстовое, так называемое озеро, когда его ледник выкопал. И местные говорили, что было очень глубокое. Кто-то говорил 30 с лишним метров, кто-то говорил, что больше. Здесь на месте, где сейчас только стояла мельница. И мельница, работая, спускала воду нижним сливом. То есть вода шла снизу. Сейчас там такая металлическая перегородка. И вода идет сверху. И когда она идет сверху, то все, что притекает с этим озером, то есть песок и все почвы, они оседают. И на моих глазах озеро помелело. Вот мы здесь живем 27 лет. И прямо явные есть признаки обмеления. И в некоторых местах его можно перейти. Ну там вот, например, от нашей скамеечки сюда к дамбе. Раньше нельзя было перейти, а теперь летом переходишь. Ну там по горлу, но в основном, конечно, песок. Песок оседает. Поэтому песчаное здесь дно. И вот купаться-то хорошо. Раньше там молокозавод на той стороне был. И скидывал воду свою с сычужком. И поэтому озеро часто цвело. Зеленое такое было. Теперь вода, в общем-то, идет чистая. Никто ничего в него не скидываясь. И идет чистая прозрачная вода. На самом деле, хорошее для рыбоводства. Вот какое-то дурацкое законодательство. Российское. Что есть озеро, и нельзя завести в нем рыбу. Потому что какие-то есть законы охраны. Правда, мне кажется, что здесь чиновники что-то крутят с этими законами. И ждут для себя каких-то выгод от этого. Потому что я проверял. Нет никаких останавливающих законов. Озеро не входит в состав водоохранных объектов. Потому что речка меньше нормы, которая полагается для серьезной водоохраны. Нужно 10 километров. А эта речка всего 7 километров. Да и на ней стоят там ниже очистные сооружения. Скидывают. Все. Не водоохраняет. То есть вот здесь нельзя ничего делать. Рыбу разводить нельзя. Потому что это загрязнит. А вот там буквально километр можно. Там уже очистные сооружения. Все скидывает. И уже можно загрязнять. Вот это бред, конечно. Здесь могло бы несколько быть ферм для разной рыбы. И много народу могло бы пользу с этого иметь. Ну, конечно, тем, кто торгует рыбой, это невыгодно. Вот так. Вот наш домик. Вот так прогулялись маленько. Здоровья всем, радости. Аминь.